Всем привет! Меня зовут Мила, я автор блога о путешествиях по Италии и Европе, унарус и на Италии. С недавних пор мои читатели просят рассказать меня о том, с чего начался мой блог, как я его создала и как продвигала. Поэтому я снимаю это короткое видео, в котором поделюсь своим опытом. Итак, начнем с того, как все началось. Дата рождения моего блога, я считаю, 9 июня 2014 года, когда я нажала ту самую кнопку, которая опубликовала мой сайт в сети интернет. Все это начиналось непросто, не в самый простой период моей жизни, потому что 30 марта 2013 года я переехала в Италию. И с момента переезда я сконцентрировала свое внимание на изучении итальянского языка. Также я изучала английский язык с целью поиска работы здесь. К лету 2014 года ситуация складывалась для меня не очень хорошо, потому что работу я найти не могла, несмотря на то, что я ходила на собеседование, отправляла свои резюме, принимала участие в каких-то отборах тоже, продолжала изучение языков, но как-то не складывалось. И в какой-то момент, я помню, что это, мне кажется, был июнь 2014 года, я пришла к выводу о том, что ситуация какая-то безвыходная. У меня было очень много свободного времени, несмотря на то, что я ходила в школу итальянского языка, занималась английским по скайпу, посещала автошколу. Но вот все равно у меня оставалось очень много свободного времени. Я не понимала, куда его деть, вообще как быть, потому что, ну, и начинала, честно говоря, лезть на стены. Плюс вот эта вот ситуация безработицы какой-то, ну, привела к тому, что у меня был упадок сил, я не понимала, что делать дальше, и мне хотелось как-то расти, развиваться и так далее. Ну, и, в принципе, ситуация-то была такая, что работу я найти не могла, никто мне не мог помочь, и я поняла, что надо как-то помочь себе самой. И как-то я сидела и думала, вспоминала вообще весь свой процесс переезда, и мои мысли вышли на то, как я искала информацию в интернете на тему переезда, да, как оформить вид на жительство, какие еще документы нужно оформить, как, например, подтвердить свое образование здесь и так далее. Я искала информацию в интернете, попадала на какие-то форумы. Если на форумах не находила информацию, я задавала вопрос, и, честно сказать, не всегда мне отвечали очень приятно на мои вопросы. Были очень грубые комментарии, например, там, «Девушка, вы что, не можете воспользоваться поиском? Сколько можно объяснять?» и так далее. Но на самом деле поиском я умею пользоваться, но, видимо, поиск на сайте работал не очень хорошо, потому что я видела идентичные моим сообщениям других ребят, которые также, например, не могли найти информацию о том, как оформить вид на жительство. И в тот момент я понимаю, что за более чем год жизни в Италии у меня есть приличный пакет информации, который может быть полезен таким же людям, как и я, которые в данный момент, например, занимаются оформлением вопроса переезда, либо уже переехали, но ищут информацию о том, как оформить медкарту, вид на жительство, получить итальянские водительские права и так далее. И в тот момент я загорелась, думаю, ну действительно, это же гениально, я могу это всё опубликовать, и если люди будут задавать мне вопросы, писать, я буду отвечать им достаточно любезно, потому что понимаю их ситуацию, и действительно переезд — это стресс. Я этим загорелась и начала искать информацию о том, как вообще и где это можно публиковать. И все статьи привели меня к выводу о том, что нужно создать свой блог. Следующий вопрос был, где создавать этот блог? Информации было очень много, и я нашла одного блогера, я помню, его зовут Александр, и мне кажется, он из Карелии, который продавал видеокурс со сладким названием, мне кажется, то ли твой сайт за три часа, то ли за три дня, вот честно не помню. Ну, в общем, точно фигурировала цифра три, и была она такой сладкой. Я купила этот курс, ну, конечно, будучи человеком, не подкованным в технических вопросах и в вопросах программирования, сайт я делала три недели. Следуя, рассказываю и видеоряду Александра. Параллельно я разбиралась в том, что такое хостинг, что такое домен. Все это я купила в той компании, которую посоветовал Александр. То есть, в принципе, это для... Ну, действительно, я очень благодарна этому молодому человеку за ту помощь, которую он мне оказал. Вот, этот сайт я создала, я очень долго думала, наверное, неделю я думала над названием своего блога, потому что я проанализировала все блоги об Италии, которые есть, и поняла, что могу затеряться на их фоне. Вот, и в какой-то момент я просто задала себе вопрос, а вообще, что я хочу выразить этим блогом? И на тот момент, конечно же, я хотела рассказать о жизни русской девушки в Италии. Таким образом, я пришла к этому названию Una russa in Italia, что дословно и переводится, как русская в Италии, но я хотела сделать его на английском языке, но Филиппо меня отговорил, сказав, что ты живешь в Италии, и лучше было бы сделать название на итальянском языке. Вот так появился мой блог Una russa in Italia, который в то время рассказывал о жизни русской девушки в Италии. Первые статьи, конечно же, я написала, они были очень такими топорными, я сейчас перечитываю, иногда мне, конечно, становится смешно, потому что я их писала и просто закрывала глаза, публиковала, даже не перечитывала, потому что мне было очень страшно их перечитывать, не знаю почему. Это, конечно, большая ошибка, всегда нужно перечитывать свои статьи, нужно переспать, как говорят, с этой статьей, например, там, один день, ну, вы ее написали, статью, да, лучше перечитать на следующий день, либо там через несколько дней, и таким образом у вас уже будет свежий взгляд, и, может быть, вы что-то удалите, что-то допишите, исправите какие-то недочеты и так далее. Ну, в общем, и, конечно же, первые статьи были о том, как получить вид на жительство, как оформить документы для заключения брака с жителем Италии, как получить водительские права. Но в какой-то момент я поняла, что эта тема мне не очень интересна, потому что мы с Филипп путешествовали очень много и часто, и это могли быть поездки одного дня, там, либо на пару часов, например, то же самое у озера Гарда, мы часто бывали там. Вот, и я поняла, что мне было бы интересно рассказывать об этом, ну, потому что, тем более, и темы бюрократические, они не бездонное море, они ограничены, поэтому, да, их, в принципе, неинтересно. И я стала писать больше о тех местах, которые мы посетили, какую-то полезную информацию, как я находила тематику своих постов. Всё очень просто, я, честно говорю, не читала вообще информации о том, как создавать эти статьи, как придумывать. Вот, я просто задавала себе вопрос, а что было бы интересно мне узнать об Италии? И ответами были статьи, то есть, например, первая статья на сайте, именно о путешествиях, она была посвящена о том, как из Вероны добраться в Венецию. Вы не поверите, эта статья, это самая популярная статья за все четыре года, годы на моём сайте. Каждый день она приводит мне, приносит мне очень хороший трафик, прям очень хороший трафик. И это просто статья о том, как из Вероны добраться в Венецию, то есть, там я расписываю три варианта на машине, на поезде и на автобусе. И также в этой статье есть ещё о том, как из Вероны добраться в Милан и на озеро Гарда. Вот. И это просто, мне кажется, была какая-то гениальная идея в моих голове, сам себя не похвалишь, никто не обидит. Ну, в общем, вот так вот. Вот, ну и понятное дело, если потом мы, например, ехали по Тоскане путешествовать, то я писала таким лонгридом, да, путешествие по Тоскане, часть 1, путешествие по Тоскане, часть 2. Сейчас я, конечно же, так не сделаю, то есть, я разбиваю, например, информацию и пишу отдельно о каждом городе. Вот. И как я продвигала свой сайт? Это тоже важный момент, да, потому что есть разная SEO-оптимизация и так далее. Смотрите, когда я создала свой сайт, как я уже вам говорила, я особо вообще не понимала ничего в технических вопросах. Кстати, я не сказала вам о том, что сайт я создала на платформе WordPress. Если говорить о сегодняшнем дне, то есть спустя 4 года, я вам могу сказать, что, наверное, сейчас я бы не создала сайт на WordPress, я бы предпочла воспользоваться конструкторами. Например, мне очень нравится Tilda. На Tilda мы создали сайт для нашего проекта Let's Get Guided – это разработки маршрутов. Это очень просто. С Tilda вам не нужны будут программисты либо какие-то там знания, да, технические. То есть, это просто конструктор, и вы как пазл составляете из разных блоков свой сайт. Это очень просто и очень легко. Вот. И Tilda пользуются даже крупной компанией, насколько я знаю, мне рассказывал мой друг. Поэтому вот сейчас я бы только на этой платформе создала свой блог. Вот. И как я продвигала, как я вообще занималась продвижением своего блога? Я также не знала ничего о SEO. Я просто вот писала статьи, и всё. И каким-то чудесным образом эти статьи попадали на первые строчки в поисковых системах. Как это произошло, я до сих пор удивляюсь, не знаю и не расскажу вам. Потом, через полтора года, когда я прошла курс обучения на интернет-маркетолога здесь, в Вероне, об этом я рассказывала в одном из видео, которое посвящено поиску работы в Италии, я узнала гораздо больше о продвижении сайтов, о том, что такое SEO-оптимизация, что такое ключевые слова и так далее. То есть, конечно же, сейчас я перед тем, как писать статью, у меня есть какая-то идея, да, я когда пишу статью, я составляю определённый план. И плюс там в WordState, либо в Google AdWords я смотрю поисковые запросы, да, например, если я пишу статью о Риме, я хочу узнать вообще, как читатели, какие запросы используют, когда ищут информацию о Риме. И это мне помогает в структурировании своей статьи, и также, когда я пишу, я включаю эти поисковые запросы в свой текст. Это тоже помогает для продвижения. Дальше очень помогает иерархия заголовков, то есть, есть разные заголовки H1, H2, H3, то есть, если вы зайдёте в интернете, вы почитаете. Вот. Третий вариант, это также, например, я когда пишу статью, я стараюсь размещать какие-то, уже внутри статьи, когда я публикую на сайте, какие-то видео с YouTube. Это очень хорошо, потому что, когда человек читает статью, и потом, например, останавливается и смотрит видео, таким образом он проводит больше времени на вашем сайте, что очень хорошо для продвижения в поисковиках. Потому что, чем больше человек проводит времени на вашем сайте, тем для поисковиков вы считаетесь, как бы, таким интересным, да, сайтом, он, ну, старается продвинуть вас выше, выше и выше. Такая же тема, кстати, я слышала недавно, что вроде бы есть и в Instagram. То есть, чем больше человек времени проводит в вашей публикации, то, как бы, для Instagram это лучшее, это показатель того, что у вас какой-то качественный контент. Поэтому многие, как бы, и я это на самом деле заметила, что если я публикую в галерее фотографий, то эти посты получают больше охват, нежели, например, одна фотография. Именно поэтому, например, в Instagram сейчас делают еще и видеоконтент. Вот, поэтому все идет, видите, как все взаимосвязано. Вот, то есть это были такие моменты продвижения, да, очень важно знать, и важно еще подбирать заголовки статей, потому что заголовки статей тоже очень важны, и важно, чтобы в заголовке статьи был какой-то поисковый запрос. То есть, к этому относитесь очень внимательно, смотрите, что интересно людям. Также иногда можно, если, например, ну, это уже, давайте перейдем к следующему, да, моменту, социальные сети. То есть, уже недостаточно того, что у вас есть свой блог, свой сайт, да, нужно еще развивать свой личный бренд. Это все можно сделать за счет социальных сетей, то есть, сейчас создают такие мини-блоги в Facebook, в ВКонтакте и в Instagram. Я, когда пришла в 2016 году, летом 2016 года, я окончательно приняла решение о том, что я не буду искать, ну, я не смогу работать в России, удаленку я тоже найти не могла, и я решила наконец-то сконцентрировать свое внимание на блоге, потому что до этого это было мое хобби. Вот. И, конечно же, стал вопрос о том, что нужно выходить в какую-то еще соцсеть. И я сделала ставку на Instagram. В тот момент это была такая, ну, социальная сеть, которая завоевывала популярность на русскоговорящем пространстве. Вот. Параллельно, конечно же, у меня есть страница, я создала страницу на Facebook, во ВКонтакте. То есть, все это есть. Сейчас вот я снимаю видео, создаю свой YouTube-канал, у меня есть канал на Telegram, но тогда вот я сконцентрировала свое внимание на Instagram. Причем, я это делала как-то тоже бездумно. Я думала, что буду публиковать фотографии, как-то говорили блогеры, чьи вебинары, я смотрела, что достаточно опубликовать фотографии, к ней придут как бы толпы почитателей. Ну, на самом деле, это не так, потому что за фотографиями последовали тексты, потому что мне кажется, что русскоязычный Instagram это самый пишущий Instagram в мире. Я не встречала еще так много, например, англоязычных либо итальяноязычных аккаунтах, где бы писали так много. Вот. И это тоже для меня был выход из зоны комфорта. Вот. Я начала писать тексты, делать фотографии. Сейчас я, например, сконцентрировала свое внимание на обработке фотографий. Ну, что же, просто опубликовать фотографии без обработки это не никомельфо. Вот. И, конечно же, Instagram стал таким реактивным двигателем в продвижении моего блога, сайта. И как я развивала Instagram. Сейчас я вам очень кратко расскажу. То есть, это были бесплатные, это были платные методы. Бесплатные методы это был массфоллоуинг и масслайгинг. Сразу скажу, что я недолго тестировала эти методы продвижения, потому что не совсем они мне нравились. Вот. и тем более, сейчас эти методы продвижения уходят уже на второй план. Дальше это были различные коллаборации с блогерами, то есть, с девочками. Мы, например, делали различные марафоны, в которых каждая рассказывала, например, о своем городе, где живет, либо о том, что нужно попробовать, о каких-то традиционных блюдах и так далее. За счет этого мы тоже обменивались аудиторией и приходили новые читатели. Также это был взаимный пиар с другими блогерами. Это когда два блогера объединяются и рекомендуют друг друга. Сразу скажу, что взаимным пиаром я занимаюсь редко и рекомендую только те аккаунты, которые действительно мне интересны и которые несут пользу людям. Они просто публикуют красивые заголовки или какие-то пишут тексты на отвлеченные темы. для меня очень важна даже не сама композиция аккаунта, а именно польза, чтобы человек нес пользу моим читателям. Платные методы продвижения инстаграма это таргет, таргетинговая реклама через рекламный кабинет фейсбук либо через сам инстаграм. Честно говоря, я не гуру таргетинга, поэтому особых результатов я не видела и ставку на этот метод продвижения не делаю. Я покупала рекламу у других блогеров и покупаю сейчас. Это такая значительная статья расходов на продвижение бренда, но и без этого сейчас никак. Единственное, что если вы хотите продвигать свой блог за счет того, что оплачиваете рекламу другому блогеру или паблику, чтобы они рассказали о вас, нужно очень внимательно подходить и всегда помнить о том, что аудитория этого блогера должна совпадать с интересами вашей аудитории, вашего блога, иначе к вам не придут люди. Плюс это должен быть реальный аккаунт с реальным вовлечением, а не с какими-то фейковыми подписчиками, и это все можно проверить, например, на сайте LiveDune, там есть бесплатная версия, есть платная версия, и можно изучить блогера просто на 360 градусов. Еще из платных это тоже были разные коллаборации платные, ну и недавно я стала участвовать в ГИВВах, кто следит за мной в Инстаграм, знают, что иногда мы разыгрываем с блогерами путешествия, сразу скажу, что если вы хотите развивать свой аккаунт, принимая участие в ГИВВах, очень внимательно подходите к организаторам, я принимаю участие в ГИВВах, потому что я очень хорошо знаю организатора, и знаю, ну и доверяю ей, и знаю, что уже по путевкам, которые были разыграны, люди съездили в путешествия, остались довольны, и то есть потому что это моя ответственность, это моя ответственность перед моими читателями, каждый день мне в директ приходит два-три предложения стать организатором в ГИВВах, я не соглашаюсь, честно признаюсь, потому что я не знаю организатора, и я не доверяю этим людям, и моя репутация мне стоит очень дорого, это время, это мои деньги, и просто каким-то непонятным людям я не собираюсь это давать, чтобы они это все разрушили, поэтому очень внимательно относитесь к ГИВВ, потому что мне иногда тоже пишут, спрашивают мое мнение, мой опыт, я честно говорю, если вы знаете организатора, если вы уверены в этом человеке, то это хороший вариант продвижения, конечно, он не приведет вам там, я иногда смеюсь, когда мне пишут, мы организуем ГИВВ, обещаем вам, что придет 20-30-40-50-тысяч подписчиков, такого, конечно, уже нет, может быть, такое было 6 месяцев тому назад, год тому назад, сейчас такого нет, то есть к вам приходит аудитория, это несколько тысяч, и, конечно же, потом есть отписки, но остаются те люди, которых вы заинтересовали, которым интересны вы, и интересно то, о чем вы пишете, это неплохой вариант, но еще раз повторяю, обязательно проверяйте, и смотрите, кто организатор, вот, что касается продвижения на Facebook и Вконтакте, особо я этим не занимаюсь, то есть я делаю там какие-то публикации, но, честно говоря, не вкладываю свои силы и время туда, не знаю, почему, смешно сказать, но не знаю, почему, но просто действительно для ведения блога нужно очень много времени, потому что, например, у меня написание статьи занимает от 10 часов, от 10 часов, это включая там написание статьи, ее редактура, потом загрузка статьи на саму платформу, допустим, подборка фотографий, их обработка, приведение фотографий в нужный вид, сжатие и так далее, если мне нужны какие-то видео на YouTube, это поиск видео на YouTube, вот это все от 10 часов, что касается публикации в Instagram, то здесь зависит от того, что я делаю, если я делаю видео, то короткое видео, минутное, то есть мне надо съездить куда-то, снять материал, потом это все вместе собрать, то есть это где-то вот, ну, если не считать момент поездки, то создание видео у меня уходит, ну, точно, наверное, от 5 часов, публикации занимают, наверное, тексты, я пишу, смотря какие, если просто у меня пришло вдохновение, я могу написать текст там за полчаса, потом полчаса редактировать, подготовить фотографию, и вот за 2 часа у меня готов уже пост, если же это, например, пост, текст, ну, то есть фотографии, текст, потом серия сториз, например, если я делаю обзор о каком-то мобильном приложении, то у меня на это может уйти целый рабочий день, потому что недостаточно создать, просто это нужно снять видео, допустим, потом подобрать музыку, потом это видео разрезать, и так далее, и тому подобное, то есть это действительно работа, и я сразу говорю, что если вы хотите создать свой блог, то вам нужно будет на первых этапах выкладываться по полной, и, наверное, делать даже больше, немного больше на то, на что вы способны, тогда у вас действительно будет шанс как бы развить свой блог и создать свой личный бренд, я уверена, что у вас это все получится, главное запаситесь терпением, и очень важно подумать о том, как вы сможете монетизировать свой блог, потому что монетизация, какой-то доход, это тоже даже какой-то минимальный, это тоже дополнительная мотивация, вот, поэтому я в этом своей статье рассказывала, у меня есть статья на сайте, есть посты в инстаграме, и если вам интересно будет, можно поговорить об этом в следующих видео, поэтому на этом все, надеюсь, что я была полезна, моя информация вам поможет, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать ваш комментарий, и я с удовольствием на него отвечу, также подписывайтесь на мой канал, потому что в скором времени я буду публиковать влоги о своих путешествиях по Италии и Европе, всем пока и до новых встреч!